В начале июля Европейский парламент проголосовал фактически за включение атомной энергетики и природного газа в таксономию, то есть за признание их зелеными и устойчивыми технологиями для энергоперехода к чистой энергетике, пусть и с рядом ограничений. Включение в таксономию, по сути, дает зеленый свет на инвестиции в эти технологии, поскольку эти вложения будут отвечать европейским критериям устойчивого развития. Это, на мой взгляд, позитивное решение, вокруг которого не первый год ломаются копии. Подробно я рассказывал об этом в одном из своих видео, где сравнивается экологический след разных технологий. Посмотрите его, если еще не видели. Коротко поясню свое отношение к решению в трех пунктах. Во-первых, плохо, что газ и атом объединены в одно решение. Газ не зеленый, но при этом он самый чистый из ископаемых видов топлива, примерно вдвое чище угля по выбросам. Замена угля на газ может сократить выбросы, и в таком виде его использование это хорошее переходное и временное решение. Хотя с учетом цен на газ в Европе, скорее всего, будет временный обратный эффект. Но к таксономии это уже имеет мало отношения. Во-вторых, атомная энергетика уже является крупнейшим чистым и низкоуглеродным источником Европы. Она обеспечивает около четверти всей электроэнергии Евросоюза и около 40% всей низкоуглеродной энергии Европы. При этом в таксономии речь не идет о вложениях в старые АЭС, а об инвестициях в новые проекты с рядом ограничений, которые будут стимулировать вложения в новые атомные технологии, более эффективные, безопасные и давно назревшие. В такие, как реакторы поколения 3+, и выше, в малые модульные реакторы, новые виды топлива и организацию площадок для захоронения высокоактивных отходов. Добавление в таксономию, где уже есть ветровая и солнечная энергетика и атома, это логично и правильно, потому что для снижения выбросов и роста энергобезопасности нужны разные источники, а не только возобновляемые. В-третьих, глядя на аргументы многих противников включения газа и атома в таксономию, можно выделить один аргумент, который мне кажется ложным. Некоторые противники, например, Greenpeace, говорят, что такое решение будет играть на руку России, как поставщику газа и ядерного топлива в Европу. На мой взгляд, это не вопрос таксономии, а вопрос санкций. И это прекрасно иллюстрируется позицией самой Украины, которая больше других заинтересована в ослаблении России, но перед голосованием выступила за включение атома и газа в таксономию. И это неудивительно, ведь Украина имеет крупнейшее в Европе хранилище для газа, и более половины электроэнергии получает от атомных станций, и собирается строить новый АЭС в будущем. Курьез в том, что, несмотря на проатомную и прогазовую позицию Украины, Greenpeace протестует против включения атома и газа в таксономию именно с флагами Украины. Так что в целом решение Европарламента не только историческое, но и вполне позитивное. Рассчитывать только на солнце и ветер в вопросе энергоперехода сложно, нужен микс всех доступных низкоуглеродных решений. Теперь в Европе будет более широкий выбор таких решений, а дальше дело за инвесторами. О ядерном ренессансе пока говорить рано, но если решение не затаскают в судах, то развитие атома в Европе все же пойдет бодрее. А пока вы можете посмотреть другие видео на канале, не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал.